Слово к жившим вместе с девственницами Ниже следующие два слова или рассуждения, не соединенные общим заглавием, связаны между собой одинаковым содержанием, направленным в первом слове против мужчин, имевших своими сожительницами девственниц, а во втором против девственниц, живших вместе с мужчинами. Так что сам автор в одном месте второго слова ссылается на содержание своего первого слова, посему можно полагать, что эти два произведения написаны Святым Яном Златоустом одновременно, непосредственно одно за другим. Но в какое время его жизни? Во время ли его диаконства в Антиохии, как свидетельствует церковный историк Сократ? Или во время его епископства в Константинополе, как свидетельствует жизни о писателе его епископ Палладий? Это достоверно неизвестно. Во всяком случае, оба слова представляются плодами истинно пастырской ревности святителя, а нравственной чистоте лиц, посвятивших себя преимущественно на служение Богу, но позволявших себе сожительство с посторонними лицами другого пола, которое было запрещено Первым Вселенским Никейским Собором и осуждено Святым Василием Великим. У предков наших было две причины, по которым женщины жили вместе с мужчинами. Одна заключается в браке, причиной и древней, и справедливая, и основательная, как происшедшая от законодателя Бога. Посему, говорит он, оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое вплоть едину. А другая заключается в прелюбодеянии, причиной и новейшей в сравнении с той, и несправедливая, и беззаконная, как происшедшая от лукавых демонов. А в наш век выдван еще некоторый третий образ жизни, новый и странный, и приводящий в великое затруднение желающих найти ему причину. Есть такие люди, которые принимают к себе безбрачных отраковиц, не вступая в брак, и не сочетоваясь с ними, оставляют их навсегда в своем доме и держат их при себе до глубокой старости. Не для рождения детей, ибо не сочетаются с ними, как они говорят, и не из распутства, ибо сохраняют их невинными, как они утверждают. А если кто-нибудь спросит о причине, то хотя они представляют и измышляют много причин, но основательные и уважительные, по моему мнению, не имеют ни одной. Впрочем, о тех или других предлогах, и мы пока говорить не будем. А укажем ту причину, какую мы сами особенно подозреваем. Какая же это причина? Во всяком случае, если я уклонюсь от цели, желающие из вас могут удержать меня. Итак, какая это причина? Мне кажется, что для них есть некоторое удовольствие жить вместе с женщинами не только по закону брака, но и без брака и сочетания. Если же я думаю неправильно, то не имею ничего и против этого. Я высказываю вам пока собственное мое мнение, и может быть не только мое, но и их самих. А что им также кажется, видно и следующего. Они, конечно, не оставляли бы без внимания столь великой молвы и столь великих соблазнов, если бы удовольствие от этого сожительства не действовало на них сильно и властно. Если же кто-нибудь был бы недоволен такими нашими словами, то я попрошу простить нас и не гневаться, ибо добровольно и необдуманно я не решился бы навлечь на себя негодование. Я не так жалок и несчастен, чтобы желать напрасно оскорблять всех, но я весьма жалею и скорблю, видя, как и слава Божия унижается, и спасение многих мало-помалу погибает из-за этого удовольствия. Что такое сожительство? Приятно для них и сопровождается сильнейшей любовью, нежели сожительство по закону брака. Слыша об этом теперь, вы, может быть, смущаетесь, но после доказательства, и сами согласитесь, закону и жену и совокупление как беспрепятственно ослабляет страсть и часто производит в мужа пресыщение и укращает неумеренную похоть. Кроме того, болезни, чревоношение и рождение, рождение и воспитание детей, исследующие за ними частые болезни, изнуряющие тело и измождающие цвет юности, ослабляют действие удовольствия, а с детственницами не бывает ничего подобного. Нет ни высокого пудления, которое может укротить и подавить естественную похоть, ни болезни рождений и воспитания детей не изнуряет плоти, но долго сохраняют они себя цветущими, оставаясь непричастными ничему подобному. У брачных после родов и воспитания детей тела делаются более слабыми, а те и до сорокового года остаются сходными с юными девами, посему у живущих вместе с ними возбуждается похоть вдвойне, и от того, что не дозволяется подавлять страсть совокуплением, и от того, что причина, возбуждающая страсть, долго остается очень сильной. Такой я подозреваю предлог к этому сожительству. Впрочем, не будем негодовать на них и гневаться, потому что никто, желая восстановить больного, не делает этого с гневом и истязанием, но подает лекарства с заботливостью и увещанием. Если бы нам предлежало наказывать, и мы занимали бы положение судей, то должно было бы и выражать негодование. Но если, оставив это, мы принимаем положение врачей и попечителей, то следует вещевать и просить, и когда нужно, касаться самых колен больного, чтобы достигнуть желаемого. Посему, как врачи, желая отклонить больных от вредных, хотя и доставляющих удовольствие или яств, или пекий, прежде всего убеждают их, что эти предметы производят вместе с вредом и великую неприятность, так и мы поступим, внушая им, что это приятнейшее для них сожительство причиняет великую гибель и нисколько не выше ядовитых веществ. И хотя, по-видимому, оно доставляет некоторую сладость, но вливает в услаждающуюся душу великую и прикровенную неприятность и горечь, и такое убеждение посодействует удалению от этого. Кто разлучается с любимой женщиной по страху и необходимости, тот делается еще более страстным любителем и, может быть, опять возвратится к тому же. А кто узнает предмет и удалится от него как от вредного и горького, тот не возвратится к нему опять, так как приговор собственного его мнения подействует на него сильнее всякой необходимости. Как же мы убедим их, что это дело не только вредное, но и горькое? Как же иначе, если не свойством самых предметов? Итак, спросим их. Если бы кто-нибудь, приготовив роскошную трапезу, наполненную множеством приятнейших ястов, с великой угрозой запретил касаться чего-либо из предложенного, то неужели решился бы кто-нибудь сидеть подле такой трапезы и мучиться? Я не думаю. Ибо не столько удовольствия он получил бы от созерцания, сколько неприятности потерпел бы от запрещения. И что, если бы кто-нибудь, показав жаждущему и мучимому жаром чистый и светлый источник, не позволил не только вкусить от него, но и коснуться концами пальцев? Могло ли бы что-нибудь быть неприятнее такого наказания? 249 Здесь я думаю, что никто не станет противоречить мне. Это зло столь велико, что и из внешних язычников, те, которые особенно искусно были рассуждать об этом, то есть о свойствах удовольствия и печали, пожелав представить кого-либо сильно наказываемым, представляли не иначе, как следующим образом. Составив басню, они выводили в этой басне человека, тантала, упоминаемого в греческом баснословии, которому следовало подвернуться крайнему наказанию. И, не делая с ним ничего другого, предлагали ему всякие яства и показывали мимо текущую воду, не позволяя, однако, пользоваться ничем из этого. Как только он протягивал руку, все видимое им удалялось. И это происходило постоянно. Таков был способ наказания по басне язычников. И один из философов, Сократ, по сказанию историка Псенофонда, увидев, как некто из живших вместе с ним поцеловал красивого мальчика, с удивлением сказал, «Этот и в огонь легко бросился бы, решившись воспоминять в самом себе поцелуем такую печь». Впрочем, я не могу утверждать, что эти люди целуют или обнимают своих сожительниц. Если же некоторые стали бы обвинять их в этом, то я постараюсь показать, что если они доходят и до этого, то навлекают на себя мучение еще тягчащее вышесказанного. Если одно только созерцание производит такую скорбь, то когда вместе с тем бывает и прикосновение, то есть наслаждение гораздо более ощутительное, чем производимое зрением, то оно поднимает больший пламень, производит тягчайшее томление и сильнее разъяряет внутреннего зверя. Ибо чем более мы усиливаем похоть и чем больше доставляем ей пищи, тем более усиливается в нас и томление. Как сидящий под литропезой источника мучится не столько при созерцании их, сколько тогда, когда, имея позволение касаться их рукою, не имеет возможности вкушать их. Так точно и те, имея возможность касаться тел девственниц, мучатся от этого прикосновения более, нежели от озерцания, испытывая неприятнейшее томление от несочетания с ними. Но нужно ли доказывать это внешними примерами? Есть определение Божие, которое сильнее всех их доказывает, что это действительно так. Бог, желая наказать Адама, поселил его недалеко от рая, но близ него самого, чтобы он имел постоянным наказанием созерцание вожделенного места, непрестанно взирая на него, но не имея дозволения пользоваться им. Может быть, кто-нибудь скажет, если это дело по свойству своему столь неприятно, то почему же многие с таким рвением предаются ему? На это я мог бы сказать, что это самое и служит величайшим доказательством крайней их болезни. Обыкновенно больные позволяют себе какое-либо пустое и кратковременное удовольствие, и через это навлекают на себя продолжительные страдания. Это можно видеть на больных горячкою, которые, не желая потерпеть немного, при кратковременном облегчении вкушают запрещенные питья и яство, и делают болезнь свою долговременную и жесточайшую. А здоровым должно не от больных заимствовать мнение о вещах, ибо если мы будем следовать им, то будем осуждены и врачебной наукой, и философией. И не только в горячке и в отношении к женщинам испытывают это, но и в отношении к деньгам. И ко всему прочему бывают такие больные. Так, привязанные к деньгам, хотя знают, что уделяющие здесь эти маловажные предметы нуждающимся, получат там бесчисленные блага, однако удерживают их и зарывают, и предпочитают лучше лишиться всех благ за свое пустое и кратковременное удовольствие, нежели избавиться от вечного мучения и приобрести бессмертную жизнь за временное их презрение. Точно в такой же болезни находятся и те, не решаясь немного воздержать от малой похоти очей. Они навлекают на себя нестерпимый огонь, и чем более думают получать удовольствие, тем более запутываются в зле, поковарству дьявола, производящего это для продолжения и усиления пламени, так что пламенея они и услаждаются и мучатся, производя какое-то странное смешение чувств в душах своих. 251, кто первый. Если же кто будет обвинять нас в невоздержности за эти слова, мужи доблестные и живя с женщинами, будто бы ничего худого от этого не терпят, то я ублажаю таких людей, и сам хотел бы иметь столько же силы. Я верю, что могут быть даже такие люди, но я хотел бы, чтобы обвиняющие нас могли доказать, что молодой человек, цветущий телом, живя вместе с юною девою, вместе сидя и обедая, и беседуя с нею целый день, не распространяясь ни о чем, впрочем, неприличном, смехе и хохоте, и нежных выражениях, и о прочем, о чем даже и говорить может быть неприлично, что он, живя с нею в одном и том же доме, разделяя с нею трапезы и беседы, и с великой свободой многое принимая от нее, и сам сообщая ей, не испытывает ничего человеческого, но остается чистым от порочного пожелания и удовольствия. Я хотел бы, чтобы обвиняющие нас могли убедить нас в этом, но они и сами не хотят убеждаться, и нас, обличающих это, провозглашают бесстыдными, больными одной и той же с ними болезнью, и прикрывающими собственную порочность. Такое, говорят они нам, дело до этого. Мы не виновны в безумии других. Если кто безрассудно соблазняется, мы не заслуживаем наказания за его безумие. Но Павел не так говорил, а заповедал обращать внимание хотя бы кто соблазнялся без вины соблазняющих, хотя бы по немощи. Мы тогда только освобождаемся от наказания, назначенного соблазняющим, когда от соблазна происходит другая польза, большая вреда, причиняемого соблазном. Если же этого нет, а происходит один только соблазн для других, основательно ли будут они соблазняться или неосновательно, или по немощи, то кровь их падет на нашу голову, и от наших рук Бог взыщет души их. Посему, чтобы мы и не всегда заботились о соблазняющихся, и не всегда презирали их, Христос постановил для нас некоторые ограничения и правила, и Сам соблюдал то и другое в надлежащее время. Так, когда он беседовал о свойстве ясту, и объяснял, что они по природе своей чисты, и освобождал от иудейской разборчивости в них, и когда Петр пришел и сказал, соблазнились, то он отвечал, оставьте их, и не только презрел их, но и осудил, сказав, что всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Матфея 15, 12, 14. Таким образом, он отменил закон о яствах. Когда же требовавшие дидрахмы, приступив к Петру, говорили, учитель твой не даст ли дидрахмы, то он не поступил так же, как в отношении к первым, но принимает во внимание соблазн и говорит, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось, уду и рыбу, которую поймаешь, возьми, и открыв рот у нее, найди статир, тот возьми и дай им за меня и за себя. Видишь ли, как он и заботился, и не заботился о соблазняющихся. Здесь не было неотложной нужды открыть славу единородного, как могло быть это, когда он еще старался прикрывать ее и заповедовал не говорить народу, что он Христос. От уплаты Дидрахмы не было никакого вреда, а от неуплаты ее произошло бы великое зло, ибо тогда стали бы отвращаться от него как властолюбца, возмутителя, врага всего государства и подвергающего других крайним опасностям. Посему и от тех, которые сами хотели взять и сделать его царем, он отошел далеко, желая отклонить от этой мысли окружавший его народ. А там совершалось необходимое дело, посему он с пользой и благовременно ради большего блага не обратил внимания на соблазн. Тогда уже благовременно было стремившихся восходить к высочайшему любомудрию, не останавливать изугождение иудеям, но направлять к душевной чистоте, так как время призывало к этому. Не задерживать соблюдением заповедей касательно тела, но освободить от этой неважной заботы. Так и Павел иногда не обращает внимания на соблазняющихся, а иногда обращает, следуя учителю, и говорит, «Я во всем угождаю, не своей пользой ища на многих, да спасутся». 1 Коринфянам 10.33 Если же Павел придирал собственную пользу, чтобы оказать пользу другим, то какого не будем достойны наказания мы, не желая даже отстать от вредного нам самим для доставления пользы другим, но охотно погубляя вместе с собой и других, тогда как можно было бы спасти себя и других. Посему он, когда видел великую пользу, превышающую вред от соблазна, то не обращал внимания на соблазняющихся, а когда не было никакой пользы, но мог произойти один только соблазн, то решался делать и терпеть все, чтобы не произошел этот соблазн. Не рассуждал он так, как мы, и не говорил, почему они немощны, почему безрассудно впадают в соблазн, но по тому самому особенно и щадил их, что они безрассудно впадают в соблазн, что они немощные. 253. Какую, скажи мне, основательную причину может представить соблазняющийся тем, кто ест мясо и пьет вино, тогда как это издревле дозволено законом Божиим. И однако, когда кто-нибудь соблазнялся этим, то Павел воздерживался и от этого, не буду есть мясо и пить вина, говорил он, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Коринфянам 8.13. Он не говорил того, что говорим мы, разве я буду виновен в неразумии других, и если кому угодно соблазняться напрасно, то разве я должен терпеть наказание? Между тем, если бы он и сказал это, то сказал бы с большей справедливостью, нежели мы, ибо соблазняющийся этим весьма безрассуден и безумен, а соблазняющийся тем, мог бы представить много справедливых основательных причин. Однако Павел, который мог сказать это справедливее нас, не сказал, но взирал только на одно, на спасение ближнего и посмотри на его превосходство. Он не сказал однажды или дважды или столько-то и столько-то времени, но вовеки говорит, не буду есть мясо, если другой соблазняется. А чтобы ты не подумал, что он ограничивался этим, он прибавил еще нечто больше того, сказав, хорошо не есть мясо и не пить вина, и он прибавил, из-за чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Римлянам 14, 21. Еще посмотри на мудрость учителя. Оставив немощного, он прежде того исправляет сильного, потому что последний бывает причиной немощи первого, имея возможность исцелить болезнь и не делая этого. Но что я говорю о немощных братьях? Даже об иудеях и язычниках он заповедует иметь такую же заботливость. Беспредкновенно, говорит, бываете иудеям и еленам и церкви Божией. 1 Коринфянам 10.32 Итак, чем сильнейшим ты считаешь себя и нисколько не испытывающим вреда от такого сожительства, тем более ты делаешь себя обязанным расторгнуть эту связь. Чем ты сильнее, тем справедливее было бы тебе поддержать слабейшего. Итак, если сам ты слаб, то перестань делать это для себя самого. А если ты очень силен, то для слабого. Ибо сильному должно быть сильным не только для себя, но и для других. Если же ты, считая себя сильным, притираешь немощь другого, то ты подвергнешься двойному наказанию и за то, что ты не предохранил его, и за то, что для предохранения его имел великую силу. Ибо каждый из нас соответствует за спасение близнего. Посему нам и заповедовал искать не своего, но пользы близнего, потому что мы куплены ценою, а искупивший нас заповедовал это для общей нам пользы. Эта польза бывает не тогда, когда мы спасаем только собственные члены, но когда поставляем и других в большую безопасность. Итак, сколько бы ты не рассуждал, но самыми делами обличаешься, что получаешь немаловажный вред от такого сожительства. сожительства. Когда я вижу, что ты не отстаешь от этого, пренебрегаешь множеством претерпеваемого вреда и не обращаешь внимания на многих осуждающих тебя, то по собственному и собственную славу попираешь ногами, и общество церковное подвергаешь великой укоризне, и устань неверных отверзаешь, и на всех навлекаешь дурную молву, столько вообще от такого сожительства зол, а блага для вас никакого. От разлуки же прекратилось бы все это зло и было бы приобретено много других благ. И однако ты не хочешь разлучиться, то как я буду в состоянии убедить осуждающих, что ты свободен от всякого пристрастия и чист от порочного пожелания? Впрочем, не буду спорить об этом. Даже допустим, что ты остаешься чистым и при сожительстве. Однако и блаженный Иов не осмеливался приписать себе такого могущества и любомудрия, но и он, отличившийся всякими добродетелями, избавляющийся от всех сетей дьявола, первый и один только оказавший такое терпение, превзошедший всякое железо и адамант твердостью души своей, и незаживший силу дьявола, так боялся той борьбы и считал столь невозможным живущему вместе с девицею оставаться неврежденным и чистым, что держал себя весьма далеко не только от такого сожительства, но и от простого случайного рисозрения. И завет положил очам своим, чтобы не смотреть на девицу, ибо он знал, хорошо знал, что не только живущему вместе, но и пристально взирающему на лицо девице трудно, а может быть и невозможно, избежать проистекающего отсюда вреда, посему и говорил, да не помышляю на девицу. Иов 31.1 255 Если же Иов кажется тебе малым для твоего соревнования, хотя мы недостойны игноища его, если ты считаешь этот пример ниже величия души своей, то представь велегласнейшего проповедника истины Павла, который прошел всю вселенную и мог сказать такие исполненные великой мудрости слова, уже живу не я, но живет во мне Христос. И мир распят для меня и я для мира. И во все дни умираю. И однако после такой благодати духа и совершения таких подвигов, после невыразимых опасностей и по достижению любомудрия для внушения нам и объяснения, что доколе мы дышим и обличены этой плотью, нам нужны подвиги и труды. И что без трудов никогда нельзя сохранить целомудрие. Но для этой победы нужно нам много старания и усилий, говорил вам, умершляю тело мое и порабощаю, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. В этих словах он указывает на возмущение плоти и раздражение похоти и на постоянную борьбу и подвижническую жизнь свою. 1 Коринфян 9,27 2 Коринфян 2 Коринфян 2 Коринфян 2 Коринфян 3 Коринфян 5 Коринфян 5 Коринфян 6 Коринфян 6 Коринфян 6 Коринфян 7 Коринфян 7 Коринфян 7 Коринфян 8 Коринфян 9 Коринфян 9 Коринфян 10 Коринфян 9 Коринфян 10 Коринфян 10 Коринфян 10 Коринфян 11 Коринфян 11 Коринфян 11 Коринфян 11 Коринфян Ты не веришь, может быть, по своему великому соломудрию. А я слышал от некоторых, рассказывавших, что многие чувствовали некоторую страсть и к изваяниям, и камням. Если же иногда грубое изваяние и одно изображение имеет такую силу, то когда вместе с изображением будет предстоять и нежное тело, какого не произведет оно неистовство. Как же не думать, что осуждающие говорят справедливее, нежели вы, защищающиеся. Что правдоподобнее, скажи мне, чувствует ли мужчина похоть к женщине или не чувствует? Конечно, чувствует, скажем мы. Еще, когда множество основательных причин побуждает разлучиться, а он не исполняет этого, но подвергает себя ничему либо доброму, а бесчисленным мукоризмам и неприятностям от своих и чужих, то что вероятнее, с добрым ли намерением он терпит это или с дурным? Конечно, скорее с дурным, скажет всякий. Впрочем, не будем спорить об этом, но допустим, что соблазняющийся соблазняется неосновательно и несправедливо, а тщетно и напрасно. Для чего, скажи мне, ты живешь вместе с девственницей? Конечно, такое сожительство вошло в обычай, не почему-либо иному, как по любви и пристрастию. Отними это и прекратится подребность такого дела. Ибо какой мужчина без этой потребности решил, чтобы переносить женскую изнеженность и обидчивость, и другие недостатки этого пола. Посему и Бог вначале вооружил женщину этой особой силой, зная, что она подверглась бы великому презрению, не оказывая такого влияния, и что никто, оставаясь чистым от похоти, не решился бы жить вместе с нею. Если и теперь, при такой потребности и многих других пользах, ибо они и рождают детей, и берегут дом, и оказывают много других важнейших услуг, если и теперь они, оказывая столько и таких услуг мужчинам, часто бывают презираемы и изгоняемы из дома, то как они могли бы для нас быть вожделенными без похоти, при том подвергая нас столь многим ухаризмам? Итак, или скажите причину сожительства, или необходимо подозревать не иную какую-нибудь, а именно порочную похоть и предосудительное удовольствие. Детский писяцец. А что, если мы в состоянии будем, скажете вы, представить основательную и справедливую причину? Тогда не окажется ли, что ты напрасно сказал это о нас? Без сомнения. Вы не представите ни одной такой. Впрочем, я желал бы узнать, не можете ли вы представить хотя некоторую тень основательной причины? Эта девственница, говорите вы, беззащитна, не имеет ни мужа, ни попечителя, часто даже ни отца, ни брата, и нуждается в том, чтобы оказывал ей помощь, утешал ее в одиночестве, везде защищал, и поставлял в совершенной безопасности и в пристани. В какой безопасности и в какой пристани? Я вижу здесь подводный камень, не укращающий, а воздымающий волны, и пристань, не утешающий бурю, но производящую и не существовавшее треволнение. Как же вы не стыдитесь, не закрываетесь, представляя такое оправдание, если бы даже не происходило от этого услуживости, от этой никакого ни осуждения, ни вреда, ни соблазна, но можно было бы делать это без дурной молвы. И тогда не были ли бы вы жалки, умножая ее богатство, упражняя ее в любостяжании, вовлекая ее в разные дела, и располагая ее к мирским заботам, исправляя для ней должность экономов, опекунов и каких-то торговцев. Очень жалки, потому что вы не будете в состоянии беседовать о нелюбостяжательности и внушать презрение к имуществу, употребляя все меры к тому, чтобы сохранилось и умножилось имущество, и прибывали доходы к доходам, сделавшись для этих женщин как бы приказчиками и поверенными, хотя и бесполезными. Неблагородны ваши надежды, когда вы, получившие заповедь нести крест и следовать Христу, отвергнув крест, как изнеженные воины, бросают щиты, сидите около прялки и корзинки, другим постыднейшим образом, начав проводить настоящую жизнь. Ибо не так постыдно вступившим в брак заниматься этим, как постыдно вам, когда вы, притворяясь, будто отказались от настоящих благ, под другим именем опять предаетесь тому же. Потому нас повсюду и считают сластолюбцами и тунеядцами, льстецами и женскими угодниками, что мы, отвергнув все благородство, данное нам свыше, меняем его на земное раболепство и унижение. Некогда доблестные мужи, апостолы, не принимали на себя обязанности раздавать деньги вдовицам, хотя тогда был такой ропот из-за неимения никакого распорядителя. Но, считая это дело ниже своего любомудрия, поручили его другим, а мы не стыдимся умножать чужое богатство ко вреду владеющих им, оказываясь нисколько не лучше евнухов, занимающихся этим, тогда как мы должны каждый день охранять кровь и души свои от сильного оружия врагов. Что же скажете, неужели не нужно обращать внимание, когда все имущество девственницы расхищается, уносится и увозится родственниками и слугами, чужими и своими? Хорошая же дадим мы девственнице вознаграждение за то, что она не вступила в брак и не возлюбила настоящего мира, но вместо всего избрала Христа, допустив ее преклоняться перед желающими лишить ее имущества. Но не лучше ли было бы ей вступить в брак и предоставить супругу своему распоряжаться такими делами, нежели оставаясь безбрачной и попирать обеты, данные Богу, оскорблять столь честное и почтенное дело, увлекать и других в круговорот собственных зол? Как же ты говоришь, что она вместо всего избрала Христа, когда Христос взывает и говорит «Не можете работать Богу и мамоне!» Как ты говоришь о том, чтобы возненавидеть мир и настоящее благо, убеждая предаваться мирским пожеланиям? Кого из замужних ты будешь в состоянии убеждать в презрении имущества, собирая богатство для девственницы? А ей самой оставишь ли возможность постоянно и непрерывно предстоять пред Господом, употребляя всю жизнь и ревность на дела ее? Когда будет в состоянии девственница любомудрствовать, видя, как ты, мужчина, являешься негодующим, если расхищаются ее деньги? Как она будет терпеливо взирать на потери, видя, что ты и делаешь, и терпишь все для того, чтобы умножить для нее настоящее богатство? Не такое освобождение от дел заповедует нам Бог, но соединенное с презрением богатства, с отречением от всего житейского. А вы не допускаете и не дозволяете действовать этому закону Божию. Что же скажете вы, если она имеет нужду в покровительстве других и терпит много непристойного? Неужели такое покровительство недостойно девственнице? Ничто так не недостойно девственнице, как обогащаться и развлекаться множеством дел. А что скажете, если она станет приказывать что-нибудь другое, например, отдавать золото в рост и пригласив нас, и не получив нашего согласия, обратиться поэтому к другим, не будем ли мы виновны? Что если она станет предпринимать какие-нибудь другие рабские непристойные торговые дела, и потом, не получив нашего согласия на содействие, прибегнет к помощи кого-либо другого? Не будем ли мы достойны осуждения? Нет. Но будете еще достойны похвалы, ибо противоположное было бы достойно осуждения и порицания, то есть согласие на эти дела и содействие им. Хочешь ли, чтобы деньги ее не были уносимы и расхищаемы? Убеди ее сложить их там, где она не будет нуждаться в мужчине для их охранения, и хочет, где они останутся навсегда нерастраченными. Если же она захочет заниматься житейскими делами, то для чего шутить предметами нешуточными? Подлинно. Если девственница станет заниматься такими делами, то это значит играть в игру, приносящую не удовольствие, а смерть, когда, обрегши себя на такие подвиги, она и после того станет заниматься всем, недостойным такого обета, то ее постигнет большее наказание и втягшее мучение. Разве ты не слышал, какой закон постановил для ней Павел, или лучше говоривший через него Христос? Большая разница между замужнией и незамужнией, ибо незамужние заботятся о Господнем, чтобы быть святой и телом, и духом. А вы не допускаете этого, выслушивая все их желания скорее наемных невольников. Так, скажете, но что, если она борется с крайней бедностью? О богатых это хорошо сказано тобою, а поддерживать тех, которые находятся в бедности и великой беспомощности, неужели предосудительно? Если бы вы не приводили и не извергали их в пропасть погибели, то это было бы и желательно. Но если ты делаешь это исповиновение повелевшему помогать бедным, то имеешь для этого множество братьев. Там прояви эту добрую деятельность, где не будет ничего соблазнительного. А здесь милостыня хуже всякой жестокости и бесчеловечия. Ибо какая польза, когда ты тело будешь питать, а душу изнуришь? Когда дашь одежду, а возбудишь подозрения постыднейшие ноготы? Когда в телесном доставишь пользу, а во всем духовном причинишь вред? Когда доставив ей благополучие на земле, лишишь ее небес? Какая же милостынь, когда унижается слава Божия, когда бывает бесчестие и посрамление, осмеяние и порицание, и самой получающей милостыни и многих других соблазняющихся ею? Это дело не милосердное, а бесчеловечной и жестокой души. Ибо если бы это было дело милосердия и человеколюбия, то надлежало бы совершать это в отношении к мужчинам. 259. Но женщины, скажете, вынуждается в большем покровительстве. Мужчины же имеют от природы много удобств. Однако и между мужчинами есть много таких, которые слабее женщин, и по преклонной старости, и по болезни, и по убожеству телесному, и по жестоким недугам, и по некоторым другим подобным причинам. Но так как вы особенно печетесь о женщинах, как в слабейшем поле, и весьма милостивы и сострадательны к ним, то теперь мы не оставим без внимания и эту причину, и укажем вам на такие предприятия, которые и свободны от всякого осуждения, и доставляют вам большую награду. Есть женщины, одни ослабевшие от старости, другие лишившиеся рук, иные убогие глазами, иные подвергшиеся другим различным и разнообразным страданиям, и тягчайшему из страданий бедности, ибо бедность и совершенная скудость усиливают у них болезни телесные, а с другой стороны самая бедность сделается от них более тяжелую и более несносную. Выходи же на уловление этих бедных и собирай их, или лучше тебе не нужно и трудиться над собиранием их, они предстоят в готовности перед всеми, желающими простирать руку помощи. Если ты имеешь деньги, и сдерживай на них. Если ты силен, здесь подавай помощь силами телесными. Много и здесь ты увидишь нужд, требующих и телесной помощи, и траты денег, и хлопот, ибо нужно и жилища доставить им, и лекарства приготовить, и постель, и одежду купить, и водную пищу, и все прочее, все приобрести. Хотя бы таких больных было только десять женщин. А теперь наш город наполнен ими, и найдешь их тысячу и вдвое больше того. Вот нуждающиеся в покровительстве, вот одинокие, а вот поверженные на землю, вот это милостыня, это человеколюбие, это служит к славе Божией и доставляет пользу и взирающим, и страдающим, и благодетельствующим. Подлинно справедливее было бы оказывать помощь более слабым, нежели сильным, престарелым, нежели молодым, не имеющим необходимого пропитания, нежели имеющим достаточное состояние, ненавидимым многими по причине несносных страданий, нежели любимым многими, имеющими возможность отогнать и нанесенное огорчение, и доставить добрую славу, нежели причиняющим огорчение. Покажи мне, что ты делаешь это для Бога, и позаботься об этих людях. Но если ты не хочешь таких даже видеть во сне, а красивых и молодых везде отыскиваешь, и руководясь одной непростительной причиной этой непристойной ловитвы, представляешь другую, кажущуюся благопристойную, то есть покровительство, то хотя бы ты обманул людей, не обманешь неподкупного судилища, делая это по одной причине, а представляя другую. Вы говорите, что делаете, делается все для Бога, и делайте то, что свойственно врагам Божиим, ибо делать то, через что имя его злословится и хулится, свойственно врагам Божиим. Впрочем, я сделаю и другое соображение. Положим, что говорящий это говорит правду, и что он чист от всякой похоти, и принимает на себя такое покровительство не по чему-либо иному, а по одному только благочестию. Но и при этом мы найдем, что он не избавится от наказания. Если бы не было других случаев, в которых следовало бы показать и свое благочестие, и сделать это бессоблазно для душ других, и тогда не надлежало бы делать то, от чего бывает больше вреда, нежели пользы. Разве безразличное дело, скажи мне, покровительствуя одной или двум девственницам в нуждах телесных, соблазнять бесчисленное множество душ. Впрочем, это еще не столь тяжкая вина. Но когда ты можешь найти бесчисленное множество путей, чуждых нареканий, свободных от соблазнов, и представляющих больше пользы, то для чего ты сам себя запутываешь в этих делах тщетно и напрасно, и теряешь пользу, и действуешь с опасностью и бесчестием, тогда как можно с безопасностью и великою славою, разве ты не знаешь, что жизнь христианина повсюду должна сиять светло, и кто посрамил свою честь, тот уже во всем будет бесполезен, и себе не может приобрести ни в чем великой пользы, хотя бы он иногда и совершал великие дела. Если соль, говорит Господь, потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Бог желает, чтобы мы были солью, светом и закваскою, так, чтобы и другие могли получать от нас пользу. Если люди, живущие безукоризненно, едва могут вразумлять бесчинных, то если мы будем подавать им повод ко греху, не будем ли мы во всех отношениях виноваты в их погибели? Подлинно. Как живущему развратно никогда невозможно спастись, так и навлекшему на себя дурную славу невозможно избежать наказания. Даже если можно сказать нечто дивное, кто совершит великие грехи, но сделает это незаметно и никого не соблазнит, тот подвергнется меньшему наказанию, нежели согрешивший легче, но с дерзостью и с соблазном для многих. 261. Чтобы ты не удивился сказанному и не считал этого слова преувеличением, мы приведем тебе такое же извлечение с неба и представим такой же закон оттуда. Так, блаженному Моисею, кратчайшему из всех людей на земле, другу Божию и большему из пророков, ибо с другими Бог беседовал в притчах, а с ним как друг с другом. Такому и столь великому мужу, терпевшему бесчисленные бедствия в пустыне столько лет, часто подвергавшемуся крайним опасностям и от египтян за иудеев, и от иудеев по их неблагодарности, не другое что-либо воспрепятствовало после тех многих бедствий и бесчисленных подвигов получить обетованное, как соблазн, произведенный им на бывших вместе с ним при изведении воды. Это, давая разуметь, Бог говорил, так как ты не показал веру в меня перед сынами израильскими, посему не войдешь ты в землю, которую я дал им. хотя он и прежде того оказывал некоторое непослушание, ибо он однажды и дважды противоречил Богу, быв посылаем в Египет, и после этого в пустыне оказал неверие, когда говорил шестьсот тысяч евших людей, и ты сказал мясо им дам и будут есть месяц с ней. Разве всех волов и овец заколоть им или всю рыбу морскую собрать им, и довольна будет им числа одиннадцать двадцать один. И после того опять протирился и отказывался от управления народом. Однако ничто из всего этого не могло лишить его предстоявших наград, а только один случай при изведении воды, потому что этот поступок хотя по существу своему был маловажнее тех, но по вреду для других был гораздо важнее их. все происходили наедине и тайно, а этот грех был совершен явно и при всем народе. Посему и Бог обличая выразил это в словах, так как ты не показал святыни перед сонмом израильским, раскрывая сущность этого греха его, и объясняя, почему он был непростительным, если же это подвергло падению такого мужа, то нас, червей и существ ничтожных, как ни низвергнет это и не погубит. Ничто так не оскорбляет Бога, как то, когда хулиться имя его, и иудеев он за это непрестанно обличал, ибо мое имя оскверняется, и еще выскверните его, Малахи 1.12, и еще ради вас имя мое хулиться у язычников, Исаии 52.5, и таково было его попечение, чтобы этого не было, что он часто спасал недостойных, чтобы того не случилось, сотворит, говорит он, да имя мое не осквернится, и еще не вас ради творю, дом Израилев, но ради имени моего, Изеки 29, 36, 22, и Павел желал быть отлученным от Христа для славы Божьей, и сам Моисей просил изгладить его из книги для славы имени Божьей, а вы не только не хотите ничего потерпеть, чтобы отстранить богохульство, но делаете все, чем еще умножаете его и увеличиваете каждый день. Кто же оправдывает вас? Кто простит вас? Никто. А такое попечение Бога и святых о том, чтобы не хулилось имя его, оказывается не потому, чтобы Бог имел нужду в прославлении от нас, ибо Он вседоволен и совершен, но потому, что от такой хулы происходит великий вред для людей. Когда пред ними хулится имя Божие и слава его, то оно уже не приносит им никакой пользы. Если же Бог хулимы не доставляет им никакой пользы, то гораздо более мы. 262. Итак, будем всячески стараться, чтобы не подавать никакого повода к соблазну, но если сам порицать нас не справедливо, будем убеждениями опровергать обвинения и подражать святым, которые оказывали такую ревность о славе Божией, что презирали собственную славу для Божией. Не будем думать безрассудно оставив и презрев все, вот и для оправдания нашего достаточно, если мы скажем, что мы купили для девственницы одежду и обувь и хорошо устроили все прочее, относящееся к телесному ее спокойствию. А кто, скажете, будет заниматься нашими домашними делами? Кто будет смотреть за имуществом? Кто будет распоряжаться, когда мы находимся вне дома, а жены в нем нет? Ибо и это говорят, хотя вопреки прежнему и более постыдно. Не заботятся ни о чем и не сцедятся, говоря все без разбора, подобно пьяным. Почему и мы не станем тяготиться, хотя слова их таковы, что не заслуживают никакого ответа? Не станем тяготиться ответом и кротко будем говорить с ними, пока не избавим их от этого опьянения, сколько возможно для нас. Я стыжусь и краснею, начиная опровергать те возражения, которые они не стыдятся говорить. Однако надо бы перенести этот стыд для пользы не стыдящихся, ибо нелепо было бы, осуждая их за презрение к соблазняющимся братьям, самим нам по стыду оставлять без внимания их исцеление. О каких, скажи мне, говорится домашних делах, для наблюдения за которыми считаются необходимыми услуги девственницы? Разве есть у тебя множество иноземных и недавно купленных рабынь, которых нужно руководить и приучать к пряже и другим работам? или есть у тебя хранилище множество денег и драгоценных одежд, и нужно, чтобы в доме постоянно сидел сторож, и глаза девственницы берегли их от злонамеренных слуг? Или часто даются обеды и пиршества, и нужно, чтобы дом был украшаем, а повара и служащие при трапезе находились под надзором девственницы? Или бывают разнообразные и непрестанные издержки? не нужно кому-нибудь постоянно наблюдать, чтобы одно тщательно сохранялось, а другое не исчезало из дома напрасно? Ничего такого не говорится, но только то, чтобы для себя она наблюдала за шкатулкой, одеждой и прочим скудным имуществом, чтобы накрывала на стол, постелала постелью, зажигала огонь, омывала ноги и доставляла всякие другие удобства. И за такие малые и незначительные удобства мы будем переносить бесчестие, будем подвергаться таким укоризнам. Не гораздо ли лучше и легче исполнил бы эту службу брат? Мужчина от природы сильнее женщины, и в нуждах удобнее для нас, и не столько требуется издержек. Женщина, принадлежа к более нежному полу, имеет нужду в более мягкой постели и в более тонкой одежде, и может быть также в служанке для нее самой, не столько услуг доставляет нам, сколько сама требует от нас. А брат свободен от всего этого, если же и будет нуждаться в чем-нибудь, то будет нуждаться в одном и том же с нами. А это немаловажное удобство, когда живущие вместе пользуются не различными вещами, но одними и теми же, чего при девственнице не может быть. Так, во-первых, когда нужно мыться или случится телесная болезнь, тогда ни брат не может служить ей при этом, если не будет весьма бесстыден, ни сама она не позволит помогать себе. Если же братья будут жить вместе, то они могут взаимно оказывать друг другу эти услуги. Также, когда нужно спать, то если девственнице находится в доме, иметь два ложа, две постели и два одеяла. И даже если они благоразумны, две комнаты. А при братьях эти нужды уменьшаются как одинаковые для них, ибо и комната одна, и изголовье одно, и ложа одно, и одеяла одни, и тоже достаточны будут для обоих. И вообще, если разобрать все потребности, то здесь найдешь великое удобство, а там неудобство. Я не распространяюсь о непристойностях в доме, когда, например, вошедший в дом одинокого мужчины может увидеть развешанными женские башмаки, поясы, головные повязки, корзиночки, прялку, веретено, гребни, подножку, и многое другое, чего нельзя исчислить по розни. Если же при этом представишь богатую девственницу, то будет еще больше смеха. Во-первых, сожитель обращается среди толпы служанок, как подпевающий пляшущим распорядитель оркестра в хоре женщин. А что может быть постыднее и бесчестнее этого? Затем он терзается целый день, гневаясь на слух за вещи, принадлежащие этой женщине, ибо он или должен молчать, и не обращая ни на что внимания, получать от нее выговоры, или разговаривая и бронясь позорить себя. И посмотри, что происходит. Тот, кому заповедано даже не приближаться к житейским делам, вмешивается не только в житейские, но и в женские дела. Он, конечно, не откажется и женские принадлежности относить, и часто будет наведываться у серебряных дел мастеров, спрашивая, готово ли зеркало госпожи, сделали ли они фляжку, возвратили или стеклянку, ибо все дошло до такого развращения, что многие из девственниц больше мирских занимаются этими принадлежностями. Оттуда опять он бежит к мироварителю поговорить об ароматах госпожи, а часто из излишнего усердия при этом не применит и обидеть бедного, ибо девственницы употребляют и ароматы различные и драгоценные, потом от мироварителя он идет к продавцу полотен, а от него еще к делателю навесов, ибо они не стыдятся поручать и эти мелочи, видя, что мужчины вполне слушаются их, и бывают благодарны им за приказание более, нежели другим за услуги. Затем опять, если нужно приготовить что-нибудь для переносного навеса, они без обеда дожидаются до самого вечера, оставаясь в мастерских, и не только этим странным они занимаются, но бывают обременительны и для несчастных слуг, и много причиняют им оскорблений, с негодованием и криком. Представь же, сколько бывает отсюда нареканий, потому что слуга оскорбленный, и особенно за такие вещи, не находя никакого другого способа отомстить оскорбившему, делает это языком и тайным порицанием, не щадя никого, кто может подпасть его гневу, но предается этому мщению с такой крайностью, какая именно свойственна слуге так оскорбленному и находящему в том единственное утешение в своей злоде на оскорбившего. Но живущие вместе с бедным, скажете, не станет обращаться к серебряных дел мастерам, ибо не позволит бедность, не будет ходить к продавцам ароматов, однако он часто будет посетять башмачников, башмачников, ткачей, портных и красильщиков. Не нужно ли излагать все безобразие, например, когда такие люди входят в домы для покупки прялки и пряжи, когда ходят по площади и отыскивают того же самого. Это бывает в домах, а на площадях они подвергаются еще большему осмеянию. 265. А какой бывает срам в церкви, этого и сказать невозможно. Как будто для того, чтобы никакое место не оставалось незнающим их бесчестие и рабской услужливости, они в этом святом и страшном месте обнаруживают все свое невоздержание и, что всего прискорбнее, они еще восхищаются тем, чего следовало бы стыдить. Встречая своих девц и несут дверей и заменяют для них евнухов, они расталкивают других и, шествов впереди, величаются перед глазами всех и не стыдятся, но еще хвалятся этим. И в самое время приношения страшных тайн они из угодливости оказывают им много услуг, подавая многим видящим повод к соблазну. А те бедные и несчастные вместо того, чтобы удерживать их от такой угодливости, еще услаждаются и величаются этим. Подлинно, если бы кто захотел произнести против этих женщин или их угодников обвинения, то мог ли бы найти тихчайшее того, что они обнаруживают свое невоздержание перед множеством свидетелей и поступают непристойно перед глазами всех. Нужно ли говорить о том, сколько в самых церквах происходит беспорядков из угождения этим женщинам, сколько дел Божиих пренебрегается многими, чтобы они не оскорбились, и что я говорю, не оскорбились. Если кто-нибудь только посмотрит на них угрюмой неприятно, то их угодники скорее готовы перенести все, нежели допустить их терпеть это. Впрочем, доколе и мы будем заниматься непристойным, разыскивая все дела их. Не это мы предположили себе, и нужно было бы нам много и долго говорить, чтобы рассказать все, или лучше рассказать все невозможно, хотя бы мы и хотели, но избрав немного из многого, мы и так уже достаточно распространили речь. Мы стремились не к этому, но и об этом упомянули невольно, чтобы хотя немного удержать тех и слушателей, которые имеют ум. А теперь нужно предложить увещание и молитву. И так прошу и увещеваю и преподаю к коленам вашим и всячески умоляю, убедитесь, отстанем от этого опьянения, будем владеть сами собой и сознавать честь, какую Бог даровал нам. И послушаем Павла, который взывает, не будьте рабами человеков и перестанем раболепствовать женщинам к общей всех нас погибели. Христос желает, что мы были доблестными воинами и подвижниками. Он вооружил нас духовным оружием не для того, чтобы мы услуживали недостойным девам, чтобы обращались около пряжи, тканей и подобных рукоделий, чтобы сидели близ предыдущих и ткущих женщин, чтобы проводили весь день, внедряя в свою душу женские нравы и речи, но чтобы мы отражали враждебные нам невидимые силы, чтобы поражали предводители их дьявола, чтобы прогоняли свирепые полки демонов, чтобы разрушали их укрепления, чтобы связав власть миродержителя тьмы, отводили их в плен, чтобы обращали в бегство духовные силы зла, чтобы душали против них, дышали огнем, чтобы были готовы и приготовлены на ежедневную смерть, для этого он облег нас в броню правды, для этого поясал нас поясом истины, для этого возложил на нас шлем спасения, для этого обул ноги наши в готовность благовествовать мир, и вручил нам меч духовный, для этого воспоминил огонь в душах наших, Ефесянам 6.14. Итак, скажи мне, если бы ты увидел, что кто-нибудь из воинов, одевшись в шлем, по ножи, броню, взяв меч, копье, щит, лук, стрелы, колчан, когда труба уже громко трубит и вызывает всех вперед, и когда враги дышат сильной яростью и готовы разрушить город до основания, бежит не вперед к воинскому строю, а уходит домой и садится с этим оружием около женщины, то не пронзил ли бы ты его мечом, если бы можно было, не говоря с ним ни слова, если же ты исполнился бы такого гнева, то какими, думаешь, ты оказывается перед Богом дела гораздо непристойнейшие этих, ибо те дела столько постыднее и непристойнее этих, сколько наша война тяжелее и враги сильнее и награды за войну больше и вообще все столько отличнее, сколько истина отличается от тени. Не будем же расслаблять свою крепость и разрушать свои силы такими беседами, ибо отсюда происходит невыразимое и великое зло для душ наших. А что сказать, если мы даже не чувствуем этого опьяненной пристрастием? Это ужаснее всего, что мы даже и не сознаем, как мы расслабляем и делаемся мягше всякого воска, как мы расслабиваем, как тот, кто поймав льва, взирающего гордо и грозно, отрежет у него гриву, вырвет зубы и острижет ногти, делает презренным, смешным и даже для детей преодолимым того, кто был страшен и непреодолим, и потрясал все одним рычанием. Так точно эти женщины всех, кого привлекут к себе, делает удобо ловимыми для дьявола, изнеженными, раздражительными, безрассудными, гневливыми, дерзкими, непристойными, низкими, неблагородными, бесчеловечными, раболепными, подлыми, наглыми, болтливыми, и вообще все женские дурные нравы передают и внедряют в их души. 267 Невозможно, чтобы живущий с женщинами так пристрастно и занимающийся беседами с ними не был каким-нибудь сплетником и болтуном и легкомысленным. Станет ли он говорить о чем-нибудь? Он говорит все о пряжах и тканях, так как язык его заражен свойством женских речей. Станет ли делать что-нибудь? Делать с великим раболепством, так как он далеко уклонился от свойственной христианам свободы и сделался неспособным ни к какому великому делу. Если же такой человек не способен к житейским и гражданским делам, то гораздо более к великим духовным, которые требуют столь доблестных мужей, что намеревающиеся приступить к ним не могут и касаться их. Если не сделались из людей ангелами, и не только сами они впадают в такое зло, но и для сожительниц своих служат причиной развращения нравов. Как сами, старающиеся угождать девственницам, не занимаются надлежащей деятельностью, так и те из-за них уклоняются от своего надлежащего пути, воздавая им это злое и пагубное возмездие. они тщательнее украшают себя и много заботятся об изящной одежде и походке и весь день болтают о пустых предметах, ибо, видя, что сожители их услождаются этими непристойными нравами и речами, они стараются делать все, чем можно было бы удержать их пленниками. Но если мы немного воздержавшись обуздаем самих себя, то принесем пользу и им, и себе самим, и всем другим. И как теперь мы делаемся виновными в погибели многих, так тогда получим награду за спасение всех. И чем теперь пользуемся постыдным образом, тем тогда будем пользоваться с великою честью. Для чего скажи мне, ты хочешь быть почитаемым от женщин. Весьма недостойно духовного мужа желание такой чести. Между тем и она будет достигнута тогда, когда мы не станем искать ее. Обыкновенно человек презирает угождающих ему, а уважает тех, которые не льстят ему. Такое настроение особенно свойственно женскому полу. Женщина бывает недовольна, когда льстят ей. Больше всех уважает тех, которые не хотят преклоняться и покоряться неуместным ее желаниям. В этом вы можете быть мне свидетелями. Теперь не только посторонние, но и сами сожительницы смеются над вами, если не явно, то в своей совести, и хвалятся этой жестокой властью над вами, и когда они будут уважать всех вас и удивляться вашей свободе. А тогда, если же не верите словам нашим, то спросите их самих, кого они больше хвалят и одобряют, раболепствующих им или господствующих над ними, покоряющихся и все делающих и терпящих из угождения им, или не допускающих ничего такого, но стыдящихся повиноваться дурным их приказанием. Если они захотят сказать правду, то, конечно, скажут, что последних, или лучше здесь ненужные ответы, когда дела говорят это. Но скажите, сожительствующий для удовольствия переносит все это, услаждаясь лицезрением девственниц, даже если бы и было так, поэтому самому и следовало бы ему удаляться. Вам теперь недостаточно доказано, достаточно доказано, что не в этом удовольствии, а в противном, в том, чтобы не наслаждаться таким лицезрением, присоедини еще и утешение совести. Обыкновенно ничто так не утешает во нас, как добрая совесть и благие надежды, но ты ищешь в этом спокойствие. Однако доказано, что и оно легче достигается, когда будет жить вместе с тобой брат. Теперь ты нисколько не отличаешься от раба. И ищи спокойствие, ища, находишь жесточайшее рабство, а тогда ты станешь вне этого рабства, и будешь в числе повелевающих, а не покоряющихся. Итак, если там бывает вместо удовольствия скорбь, вместо славы стыд, вместо свободы рабства, вместо спокойствия труд, и кроме того оскорбления Бога, погибель, соблазны, вечное наказание и лишение бесчисленных благ, здесь же все противоположное. Слава, честь, удовольствие, дерзновение, свобода, спасение душ, наследие царства и избавление от наказания. то почему нам не предпочесть последнее первому? Я не знаю, если только кто не желает решительно погубить сам себя, потому что после уже не будет нам ни оправдания, ни прощения. Если и без всего этого нам следовало переносить все для славы Божьей, то когда можно получить и здешнее благо, и сподобиться будущих благ, а мы подавая повод к богохуйству, вместе с тем губим и самих себя, кто спасет и избавит нас от назначенного за это наказание? Никто. 268. Итак, представляя себе все это, обратимся хотя теперь наконец к спасению душ наших. Если же отстать от долговременной привычки кажется несколько трудным, то предоставим все дело силе рассудка вместе с благодатью Божией, и убедившись, что если мы положим только начало делу, то не увидим потом никакой трудности. Таким образом и восстанем против этой привычки, ибо если ты воздержишься 10 дней, то потом легче перенесешь 20 дней, а затем вдвое столько, потом простираясь вперед, ты наконец не будешь и чувствовать трудности, бывшие вначале, но весьма трудное дело найдешь весьма легким и приобретешь себе другую привычку и признаешь такую перемену удобную не только по новой привычке, но и по благим надеждам. Тогда и девственницы будут больше уважать тебя, и Бог еще прежде них одобрит, и все люди прославят, и ты будешь жить жизнью, исполненной великой свободой и великого удовольствия. И во что может быть приятнее, как освободиться от угрызений совести, прекратить постоянную борьбу с похотью, с великой легкостью спитать прекрасный венец целомудрия, свободными очами взирать на небо и чистым голосом и сердцем призывать владыку всех. Ни один узник, освободившись от узов, смрада и прочих бедствий темницы, или выше ни один слепой, прозрев и увидев этот приятный свет, не радуется, не веселится и не восхищается столько, сколько тот, кто мог освободиться от этого рабства. Подлинно гораздо приятнее света освобождения от этого подчинения и не сноснее всякого мрака страдания от этого рабства и этих уз. Впрочем, для всего распространяйся о свойствах той и другой жизни, из которых одна исполнена унижение, скорби, вреда и великого расслабления, а другая свобода, удовольствия, пользы и великого целомудрия. Никакое слово не может изобразить их, а может показать одно только испытание на деле. Тогда вы хорошо узнаете, от каких вы избавились из зол, какую приобрели жизнь, когда захотите убедиться в словах наших на деле. Тогда и убедитесь, когда проверите сказанное самими делами. Если же вы еще не довольствуетесь этим и не верите словам нашим, то спросите тех, которые некогда находились в этом рабстве, но потом вдруг избавились и достигли прекрасной свободы. И тогда вы узнаете пользу этого увещания. Так и Соломон, когда пристрастился к житейским вещам, считал их великими и дивными и весьма заботился о них, созидая великолепные домы, приобретая бесчисленное множество золота, собирая отовсюду сонма музыкантов и разнообразные толпы поваров и служащих при трапезе, обильно доставляя своей страсти приятность от дубра и удовольствие от красивых тел и пролагая себе, так сказать, все пути к веселью и наслаждению. Но когда он немного воспрянул от этого и как бы из какой-нибудь мрачной пропасти возрел на свет любомудрие, тогда произнес это высокое и достойное небес изречение. Суета сует все суета Такой еще высший приговор об этом непристойном удовольствии произнесете и вы, если захотите, когда немного останете от дурной привычки. Притом Соломон, живший в древние времена, и не был обязан к весьма строгому любомудрию. Ибо древний закон не запрещал роскошествовать и наслаждаться прочими удовольствиями, не называл излишним и тщетным, однако и при всем этом он увидел их бесполезность и познал великую их суетность. А мы призваны к лучшему образу жизни, стремимся к высшему совершенству и обрекли себя на важнейшие подвиги. Ибо что иное заповедано нам, как не то, чтобы жить подобно горним силам, духовным и бестелесным. Почему не стыдно ли и не достойно ли великого наказания оказываться гораздо хуже его и не только не возвышаться над дозволенными удовольствиями, как он, но и предаваться запрещенным и навлекающим на нас невыносимые мучения. Подлинно питать в душе порочную любовь с вожделением смотреть на женщину, любоваться чужою красотою, срамить себя самого, а более немощным вредить и подавать много поводов у коризни, язычникам, иудеям, соблазнять своих и чужих, содействовать великому унижению славы Божьей, принимать на себя раболепное служение, вмешиваться в суету житейских дел, дарованную нам свободу, предавать дьяволу, и вместо нее подвергаться тихчайшему подчинению, сделать смеха для друзей и предметам порицания для врагов, навлекать дурную молву на общество церковное, посрамлять почтенное достоинство девства, доставлять множество предлогов склонным к распутству, и причинять еще больше этого других зол, ибо невозможно усмотреть и изобразить словом все, чему подвергаются такие люди на самом деле. Это принадлежит к числу дел строго запрещенных и навлекающих невыносимое наказание. Таким образом, если в том и есть какое-нибудь малое удовольствие, мы противопоставляя ему все это осмеяние, стыд, подозрение от многих, осуждение, насмешки, порицание, червь неумирающая, тьму кромешную, огонь неугасающий, скорбь, воздыхание, скрежет зубов, узы неразрешимые, и положив это как бы на чашку весов и сравнив одно с другим, устранимся, хотя теперь наконец от такой тягчайшей и гибельной заразы, чтобы нам отойти туда со светлыми венцами и получить возможность свободными устами сказать Христу. Для тебя и твоей славы мы презрели свою привычку, преодолели удовольствие, привели в сокрушение свою душу и отвергнув всякое пристрастие и предубеждение, тебя и любовь к тебе предпочли всему. Таким образом мы принесем пользу себе самим, принесем пользу и жалким сожительницам, принесем пользу и соблазняющимся, станем близ самых мучеников и получив первое место, ибо не ниже подвязавшихся величайшими подвигами и переносивших жестокие мучения, ставлю я того человека, который быв предан давней похоти и привержен к какой-либо приятнейшей и застарелой привычке, потом по страху Божию расторгнет эти узы и прибегает к воле Божией. Подлинно одно из труднейших дел отвергнуть пристрастие и старую привязанность, расторгнуть многосложные соблазны, окрылиться и вознестись до сводов небесных. Как у мучеников тяжел подвиг, так и у этих бывает продолжительная скорбь. Потому и венцы их одинаковы, что и подвиги их подобны. «Если возьмешь, извлечешь полезное и изничтожного, то сделаю тебя, как уста мои», говорит Господь. Иеремия 15, 19, «Той, освободивший самого себя и избавивший весьма многих других от осуждения, представь, какую получить награду и, окрыляясь надеждой и воздаяния, резве дурную и привычку, чтобы тебе, протекшу настоящую жизнь согласно с волей Божией ее, с чистой совестью увидеть там свою возлюбленную и насладиться святейшим собеседованием с нею. Ибо по истреблении телесных страстей и угошении гибельной похоти там не будет никакого препятствия мужчинам и женщинам быть вместе, когда прекратится всякое порочное воззрение и все вводимые в царство небесное вводимые будут в состоянии вести жизнь ангелов этих духовных сил благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, держава во веки веков. Аминь.